Итак, друзья, сегодня расскажу вам, как избавиться от ошибки, когда вы запускаете Ubuntu на VirtualBox. Значит, кстати, будем опираться на статью 2020 года, январь 2020 года. И вот так выглядит ошибка. Error, fail to send lock. Я специально загрузил сейчас Ubuntu в VirtualBox. И теперь, смотрите, последняя стадия, необходимо перезагрузить, значит, как здесь, installation complete, you need to restart the computer. И я перезагружаю, сейчас эта ошибка вылезет. И я расскажу, о, вот она, вы не видите сейчас, вот она появилась. Сейчас, please remove the installation, press enter, ну, нажимаем enter, ничего не меняется. Синие полосы сейчас пропадут, и ошибка останется прежней. Ошибка останется прежней, вот эти вот надписи, и никуда от них не деться. Хотя, значит, может они и... да, вот, 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 вот. Fail to send host lock Mesa. Вот, и здесь fail to send lock. Значит, все, больше ничего не будет происходить. Вот эта ошибка прямо перед вами, вот эта ошибка ниже, да. И, друзья, теперь, как это можно... как решил эту задачу я? Она решена. Так что сейчас давайте прочитаем одновременно, значит, как предлагают решить эту проблему. Тут несколько способов на этом сайте. Ну, во-первых, переключить VirtualBox Display, зайти в настройки дисплея, вот, значит, вот у нас рабочие. Заходим в настройки, и здесь дисплей по умолчанию VMS VGA, да, предлагается переключиться на VBox VGA. Значит, и после этого перезагрузить систему. Мне этот способ не помог. Этот способ мне вообще полностью не помог, и, ну, как бы ничего. Дальше, друзья, следующее. Проверьте режим виртуализации, включите виртуализацию. Ну, это понятно, друзья. Режим виртуализации у меня вообще не запускался, даже Ubuntu в VirtualBox не запускалось без режима виртуализации. Я вставлю в ролик, как включить виртуализацию через BIOS, по крайней мере, на моей материнской плате MSI XGaming, X470 Gaming Pro. Соответственно, дальше, друзья, тут нам уже понадобится переводчик. Но, можно уже, проблем could be with OS itself. Проблем может быть с самой операционной системой. Try to install a new version to a new setup. Ну, попробую установить другую версию. Или с новым менюхом. С новой менюхой, да? On new setup. Или новое меню. Я не знаю, что значит, если честно. Или applicator proper secure. Ну, здесь уже нужен переводчик. Я, конечно, просто сейчас... Так, перевод. Хотя, конечно, лучше Google перевод. Вот. А выйти соответствующие ресурсы в виртуальной машине. То есть, проблема в том, что мы вроде бы как бы, друзья, мало выделяем там оперативной памяти. Может быть диск маленький, да? И так далее, и тому подобное. Но это я даже не рассматривал, друзья. Если переходить, как я решил к этой проблеме, я просто изменил, значит, операционную систему. То есть, по умолчанию сейчас Ubuntu предлагает нам версию 20.04, по-моему. 20.04.1. Я просто взял, нашел в интернете старую версию, старую проверенную, черт возьми, версию, которую я лично устанавливал. Набрал скачать Ubuntu 18.04. О, это 18.04, божественная версия. И скачал ее, значит, в 18.04.LTS. Вот. Скачал ее с официального сайта Select an Image. И выбрал Desktop Image. Вот эту версию. Нажал на нее. Ну и загрузка, так, сейчас. Ну и все. Видите, он мне рассказывает о том, что загрузка уже у меня совершена. Вот 18.04. Вот эта версия Ubuntu. И так вот, друзья, ее я замечательно установил. А для тех, кто-то скажет, ну, 18.04 старая, мне нужно 20. Там, друзья, когда вы только запустите 18.04, что я вам сейчас покажу. А, кстати, значит, так, боже мой, боже мой, пожалуйста, прекрати. Вот сейчас, по-моему, вот она. Сейчас проверим. Она предложит вам сразу же обновить систему. Странно, он переименовал ее. Ладно, сейчас я не знаю, запустит. Ну, короче, я обновил 18.04 до версии. 18.04 до версии, значит, 20.04 без всяких проблем, без там различных трудностей. В начале, кстати, видите, он тоже пишет вот эту ошибку, но проходит буквально-таки некоторое время. Несколько секунд сейчас пройдет. Хотя, стоп, и, наверное, может, это старый запустил сейчас. Нет, нет, видите, вот тут все нормально. Проходит время, и все, он запускает нормальную Ubuntu. То есть, здесь проблем нет со старой, еще раз, со старой версией проблем. Никакой нет 18.04. Я обновился до... И до 20.04, я уже, прошу прощения, повторяюсь. И все у меня стало просто замечательно и хорошо. Сейчас я просто жду, пока она загрузится. Так что, друзья, не мучайтесь, не страдайте. Проблема просто в том, что это операционная система. Она, кстати, видите, я настроил, значит, экран, который сейчас, видите, теперь вот так, вот так делает. Вот так вот. И, как видите, все работает. Это 24. Но, на самом деле, 18.04, еще раз повторяю, которую я обновил до 20.04, потому что, как только я запустил, сразу же мне было сообщение. О, друг, а ты используешь старую, не хочешь ли обновиться? Я сказал, окей, давай обновляйся. И вот, если кому надо, пожалуйста, до 20.04, вот такая вот пантера, которая куда-то смотрит, на жертву, наверное. Значит, работает все нормально, все хорошо, все нормально у меня. Кругом идет война. Вот, ютубчик работает. Все неплохо. Ну, вот, как видите, в тренде даже можно посмотреть, в тренде. Что сейчас в тренде? Так что, друзья, вот так вот я перешел, да, от того, как решить задачу. Значит, ну, для тех, кто хочет узнать, как я сделал, чтобы у меня было масштабирование, вот это вот, надо было, значит, устройство, подключить образ диска в дополненный гостевой ОС. Все. Я нажал на кнопку, он скачал обновление последнее. И все, и сделал вот так вот. Теперь вот так вот. Друзья, я надеюсь, вам видео было полезно. Ссылку на 1804 с официального сайта releasesabunta.com у меня в описании. Скачет. Не мучайтесь вы с этой ошибкой, с этой Ubuntu, пытаясь запустить. Я тысячу раз перепробовал. 20.04. Этот вот так запустим. Вот так. Все настроечки там передергал. Вот эти вот, типа, увеличить оперативную память и еще что-нибудь там. Диск увеличить или что-нибудь. Ничего не помогает. Ничего. Только другая, значит, Ubuntu. Друзья, надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.